Ну и последнее. Сообщая взяткодателей, получи премию, омские судебные приставы встали на тропу борьбы с коррупцией. По данным ведомства, 12 приставов исполнителей признались, что им предлагали взятки. По каждому обращению провели проверку, в результате возбудили 7 уголовных дел, виновных осудили по статье «Дача взятки». Уголовную ответственность понесли и нечистые на руку судебные приставы. Так, к условному сроку приговорили бывшего специалиста-эксперта Большереченского отдела службы судебных приставов. Женщина имела доступ к базе ведомства. Деньги, поступавшие на счет Большереченского отдела службы, перечисляла на банковские карты. После снимала средства и тратила их на личные нужды. Ну это выражается, может, в чем угодно. В снятии ареста, в неналожении ареста, в снятии различных ограничений, в незаконном окончании исполнительных производств. То есть вариантов может быть много. Вот мы регулярно с работниками Управления экономической безопасности выезжаем по отделам, доводим эту информацию. В своих сотрудниках мы непосредственно воспитываем стремление работать лучше, исполнительскую дисциплину, о недопустимости нарушения закона, в частности, об исполнительном производстве и соблюдении строгое соответствия законов Российской Федерации.